Всем привет! С вами Оксана Майкова и я помогаю своим инвесторам, своим ученикам, своим студентам инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно. То есть, что значит помогаю? То есть, я готовлю к покупке, потому что, когда я говорю помогаю или обучаю покупать недвижимость, мне всегда казалось, что это правильно, но на самом деле это вызвало в последнее время волну непонимания и негодования. И, в общем-то, это название вызывает двоякое восприятие. То есть, одни считают, что это школа для риэлторов, другие считают, что вообще учиться покупать это чуть ли не МЛМ. Но на самом деле мне сегодня хотелось бы развеять вот эту вот, скажем так, кучу, кучу, гору всяких разных разговоров и пересудов. То есть, опять же, кто следит за моим каналом, кто следит за моей работой, вы знаете, о чем мы говорим, да? То есть, кропотливо, шаг за шагом, в принципе, с учениками своей школы. Мы готовимся к грамотному вложению в недвижимость Испании. Опять же, нужно вам вкладывать, не нужно вам вкладывать. Это не разговор и не работа школы. То есть, я не буду убеждать вас в том, что да, надо всего бросить и покупать недвижимость в Испании. Нет, есть очень много стран, есть очень много разных вкладов, да, где вы можете зарабатывать. Но если вы решили, если у вас уже такая мысль пришла, я прекрасно понимаю, что вы все равно это сделаете. И если вы собираетесь приобретать недвижимость в Испании, то, поверьте мне, лучше это делать подготовленным. Подготовленным в каком плане? Что такое недвижимость, да? Давайте я кратенько немножко расскажу, как я это понимаю. То есть, купить себе недвижимость – это то же самое, как подобрать себе вторую половинку. Потому что на земле нет ни одного объекта, похожего на другой, правильно? То есть, в одном доме на одной плесничной клетке, одна квартира смотрит на север, другая на юг, одну ремонтировали, другую нет. Ну, что я вам сейчас говорю? У каждого дома есть своя душа. В конце концов, люди, которые живут в этих домах, они вкладывают в свое жилье свою часть жизни, да? Поэтому цену, единую цену для всех объектов недвижимости по сути назначить невозможно. И рынок недвижимости называется рынком очень даже относительно. То есть, назвать в классическом смысле рынком, продуктом – это невозможно, хотя мы эти термины на курсах употребляем. Поэтому, для того, чтобы приобрести недвижимость, которую вы покупаете не каждый день, и я на 100% уверена, что если вы меня сейчас смотрите, а вы меня сейчас смотрите, то есть, вы не покупаете недвижимость, да, вот ежедневно. И вот такого навыка и намеченного взгляда, да, на объект у вас нет. То есть, нет той практики, которая могла бы вас где-то в какой-то степени от этого защитить от ошибок, да? Опять же, генетически. То есть, если вы, я не знаю, сколько вам лет, но, скажем так, искусство или мастерство инвестирования пришло совершенно недавно, и вряд ли вы в этом очень сильно, скажем так, впитали это с молоком матери, правильно? То есть, я сейчас не говорю о тех, кто может быть, у кого-то есть такой опыт, тем не менее, я говорю сейчас о простых людях, потому что последние три года я работаю с недвижимостью ниже рыночной стоимости. Опять же, не хочется все в один блок кидать, но, тем не менее, скажу для примера, что вот, допустим, сейчас средняя цена по рынку за квадратный метр жилья 1500, то есть, подготовленный инвестор, подготовленный покупатель будет приобретать жилье по 700-900 евро за квадратный метр. Откуда такая разница, спросите вы? Все очень-очень просто. Как вы думаете, почему риелторы, почему продавцы недвижимости зарабатывают большие деньги, а они зарабатывают большие деньги? И это тоже, опять же, не секрет ни для вас, ни тем более для меня, ни для вас, мои братья по цеху. Я сейчас риелторов имею в виду. То есть, почему такая маржинальность у данного продукта? Потому что, опять же, нет навыка покупки, нет единых характеристик и нет возможности реально оценить стоимость того или иного объекта. Поэтому любая цена, она очень субъективна. И вообще, заработок риелтора зависит от того, от нескольких аспектов. Но основной из них это найти подешевле, продать подороже. И, опять же, ребята, мы с вами, как покупатели, к этому рынок и подталкиваем. То есть, спрос рождает предложение. То есть, когда у нас, кроме как двух составляющих критериев, нет ничего в голове, то как вот сумма денег, которую я хочу вложить и примерно где я хочу. То есть, а второй даже еще проще. То есть, если мне понравится, я куплю, если нет, то нет. И очень часто происходит, что наценка на продукт на 20, 30, 40, 50% выше, чем его номинальная стоимость. Поэтому мой план, то есть, моя идея к созданию школы, когда я ее создавала, опять же, создавала, если вы за мной следите, вы знаете, не случайно. То есть, я сама всю сознательную жизнь, всю мою жизнь в Испании работаю с недвижимостью. Поэтому говорю не по наслышке. То есть, я действительно эксперт, я не человек, который прочитал Киосаки и будет сейчас вам рассказывать, как круто инвестировать. На самом деле, круто это или нет, это, конечно, тема другого ролика. Но опять же, я повторюсь, если вы уже решили или вы мечтаете об этой прекрасной стране, на самом деле прекрасной, и всем желаю, но это ваше личное дело. То есть, если вы решили, то, пожалуйста, подготовьтесь. Потому что, опять же, в Испании, я не буду говорить про все страны, может быть, кто-то сейчас улыбнется и скажет, знаем мы, знаем мы, о чем вы говорите, и очень часто мне звонят и говорят, что, ой, в нашей стране риэлторы получают 5% от сделки, фигня, это все, честно вам скажу. И если вы умные люди, вы должны это прекрасно понимать, откуда же такие объемы, то есть, откуда такие подъемы, вы думаете, от того, что недвижимость такая дорогая, да ничего подобного. Просто возьмите стоимость любой квартиры, поделитесь, да, ее на 5% и просчитайте, да, чтобы содержать офис, чтобы оплачивать продавцам, чтобы, ну, то есть, может быть, и продавец и получает 5%, но сколько получает агентство. Ну, опять я не хочу об этом сейчас говорить, потому что я сама риэлтор, сама занимаюсь продажами, сама помогаю инвестировать, подбираю объекты, но это уже по вашему желанию. То есть, вы можете это сделать самостоятельно и стать самому себе риэлтором, то есть, заработать на покупке недвижимости. Поверьте, навыки, навыки заработка, может быть, я сейчас открою вам какой-то грандиозный секрет, но зарабатывать на недвижимости можно, это не так сложно. То есть, если... Я сейчас хочу обратиться только к людям, которые действительно решили приобретать жилье. Ребят, нужно готовиться, нужно готовиться, нужно готовить себя, нужно изучать. Ребята, ну, как готовиться, давайте не будем голословны. То есть, нужно изучать рынок, нужно изучать местность, нужно изучать стоимость квадратного метра. Часто вы это делаете, спрашиваете вы это у своего риэлтора. Я, например, никогда в жизни не слышала, чтобы меня об этом спросили, даже когда сделки миллионные. То есть, первое, мы скрупулезно изучаем рынок, мы изучаем стоимость квадратного метра. Я сейчас веду первый и второй курсы одновременно, так вот на первом курсе у меня есть потрясающая ученица, которая действительно так же, как и вы, есть определенная сумма денег, 50 тысяч. Так вот, на первом занятии, когда мы уже подошли не на первом занятии, а на модуле, посвященном выбору недвижимости, то есть она подобрала на 50 тысяч 4 или 5 объектов. При том, что моя задача после выпуска, чтобы у каждого из вас было 20-30 объектов недвижимости, тут уже зависит от вашего трудолюбия. Так вот, она подбирает за 50 тысяч себе объекты, и когда мы их начинаем разбирать, то есть оказывается, что один 22 метра квадратных, другой 28 метров квадратных, на что, ну на что, конечно, стоит только посмеяться, да, с моей стороны. Ну и, опять же, если бы она это не сделала, мне нечего было бы ей объяснять. То есть в данном случае, если вы подготовлены, вы же понимаете, что риелторские компании откуда-то эти объекты недвижимости берут. Поэтому почему бы нам не взять эти объекты недвижимости для себя и не приобрести их себе при всем при том заработать. Сразу скажу, что вот за три года обучения существования, да, моего портала, то есть моей работы в подготовительном процессе, самая большая экономия, которую мы себе позволили, это полмиллиона. Полмиллиона, то есть было сброшено с объекта недвижимости. Ну, кто знает, тот знает, кто мои брифинги посещает, я не могла об этом промолчать. То есть любая сумма денег, сэкономленная на покупке, будет являться вам плюсом. Ну, я уже не говорю о том, что вы в стоимости жилья, которую вы видите на сайтах, да, не включены оформительские затраты и много чего не включено. Поэтому, как тут можно не готовиться? Как можно не просчитывать до того момента, когда вы оставили депозит, когда вы остановились на каком-то объекте уже конкретно, как не просчитать, как не узнать, какие документы нужно проверить раньше, чем оставлять депозит. Контрактов на депозит больше пяти, то есть нужно понимать, чтобы все контракты работали в вашу пользу. То есть это подготовка к недвижимости. Нужно вам это или не нужно, это каждый решает сам за себя. Но меня очень сильно удивляет тот момент, когда кому-то это может быть не нужно. Ну, то есть это как минимум странно. Вот, а, конечно, можно пойти несколькими путями. Можно бродить, ходить, бродить по сайтам, потому что на сайтах, на, опять же, риэлторских порталах очень много полезной информации. Но стоимость бесплатного совета ровно столько, сколько вы за него заплатили. Стоимость бесплатного совета ровно столько, сколько вы за него заплатили. Опять же, кто обучается, кто платит за свое обучение, кто платит людям, которые обучаются, обучаются и обучают свой персонал, вы знаете, о чем я говорю. То есть, кто не знает, тот можете сейчас плюнуть в свой экран телевизора, по которому вы смотрите этот ролик. Плюнуть. Вот я сказала, плюнуть. Не плюйте, это нехорошо. Так вот, мое обращение сегодня, и мой ролик, он такой простой. И он посвящен к тому, что, ребята, ну надо, не нужно учиться покупать, нужно готовиться к покупке. Тем более на том рынке, где вы очень мало соображаете. Соображают хорошо на этом рынке только продавцы. Поэтому они хорошо зарабатывают. Так может быть, нам пора уже стать грамотными инвесторами. Ну, потому что я не люблю слово «покупать». То есть, инвестирование, по мне так, инвестирование – это вложение денег с целью получения дохода. Покупка – это, как бы, я отдаю свои деньги кому-то, и кто-то потом их куда-то инвестирует. Хочу вам предложить и настоятельно рекомендовать готовиться, то есть, обращаться ко мне, к Оксане Майковой. То есть, посещать курсы. Опять же, вот сейчас начинается сезон, и я перестаю вести групповые курсы. Но об этом я скажу на брифинге 5-го числа. 5-го числа, 5-го мая у нас брифинг, который мы проводим уже третий год, не пропуская ни одного месяца, где, опять же, разбираем ваши вопросы, где вы можете любой вопрос задать, получить на него от меня развернутый ответ, получить от него на меня. То есть, под ссылкой, под этим видео, да, есть описание. И в описании вы сможете найти ссылку, как на брифинг подписаться, да, чтобы оставить свои координаты, чтобы я могла вас пригласить, чтобы вы получили письмо, в котором будет ссылочка на комнату вебинарную. 5-го числа, 21.00. Жду вас. Поговорим более подробно. То есть, этот брифинг, каждый брифинг у нас имеет свою тему. Ну, на каждом брифинге я жду ваших вопросов, да, для того, чтобы с вами об этом поговорить более подробно и более персонально, да, потому что, когда вы задаете вопрос, вы воспринимаете ответ. Но, опять, есть способов много, да, можно, как я уже говорила, да, походить по сайтам, можно много ходить по сайтам, но в любом случае в подготовке вам нужен человек, который проанализирует ваши объекты, да, как-то вас направит. Поэтому приходите на брифинг, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал на YouTube, на сайте тоже есть форма подписки, берите бесплатные материалы, которые я для вас приготовила, готовлю постоянно. То есть, скачивайте, знакомьтесь и приходите либо на бесплатные консультации, либо на платные подготовительные курсы перед самой поездкой. Ну, обычно готовятся идут те, кто уже вот-вот решил. Но есть еще другая категория, которые прицениваются к рынку. Опять же, стоит ли мне, может быть, когда я начинаю курс, я всегда говорю, может быть, по окончании курса вы разочаруетесь, скажете, что Испания – это не ваша страна, и вам не нужно инвестировать именно вот сюда. Такое тоже может быть, такое бывает, и это правильно, и это хорошо. То есть, приобретете вы недвижимость или нет, решите ли вы, передумаете ли вы. То есть, это ваше дело, и это ваша ответственность. То есть, к инвестированию, к покупке, к вложению большой суммы денег, а покупка недвижимости – это большая сумма денег, нужно относиться сознательно. И тогда ваше приобретение будет либо приносить вам радость, удовольствие, вот этот вот необыкновенный кайф от владения, либо это будет та корова, на которую вам придется всю жизнь работать. То есть, как помните, не выдаешься, а не устанет рука, и рука устанет, потому что недвижимость – это такой продукт, который нужно содержать, который требует налогов, который требует ремонтов и так далее и тому подобное. Поэтому нужно ли готовиться к покупке недвижимости, или не нужно решать только вам. Но разумные люди понимают, что, безусловно, нужно. Ну, если пока не доходит, то дойдет, когда уже деньги будут вложены, потому что цена ошибки на этом рынке стоит очень-очень дорого. И вы это знаете не понаслышке, только почему-то у нас до сих пор мы идем вот по той же дороге, по которой шли всегда. Но это нормально, потому что большой рынок, крупный рынок меняется очень медленно. И, скажем так, для того, чтобы готовить людей, да, ни один риэлтор, ни одна риэлторская компания не откажется от своих больших комиссионных. А большими они будут до тех пор, пока вы, ну, мы с вами, давайте скажем так, пока покупатели будут глупенькие, глупенькие, будут платить за свои ошибки в три дорого. Ну, вот, на сегодня все вот такое. Хотела сегодня сделать ролик. С вами была Аксана Майкова. Пока-пока. Встретимся в следующем видео. Подписывайтесь на канал. Ну, я сейчас вам это еще расскажу после окончания. Спасибо. Пока. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео, в описании. С вами была Аксана Майкова. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.